ребята всем привет в преддверии охотничьего сезона хочется показать одну из своих задумок которую я попытаюсь воплотить жизнь проверю ее на охоте думаю что такая вещь должна прижиться и будет помогать нам на охоте строить укрытие сейчас сделаю небольшой обзорчик увидел я в одном магазинчике такую вот конструкцию для огорода очень компактная очень легкая это собственно парничок вот но своей конструкцией он очень-очень похож на скрадок как мне показалось сейчас я все это дело распакую соберу и покажу что у меня из этого получится ну собственно выглядит это все так все кстати в наших охотничьих цветах все зелененькая все упаковано сейчас будем собирать все просто здесь на самом деле ну вот друзья мои вот такой получился каркасик он достаточно объемный кстати вот советую если кто-то заинтересуется верхние планки помечать вот я пометил желтой изолентой потому что они чуть длиннее основных палочек и я думаю что в поле как бы это будет удобно чтобы не париться там их подбирать все остальное собирается достаточно просто прям реально просто и все очень легко ребят ну конструкцию собрал все просто как я говорю все достаточно надежно крепится ну так как это парни ему предлагается такая пленочка тоже зеленого цвета кстати я почему еще обратил внимание если даже будет дождь то вы не промокнете в этом сороке ну собственно я точно не промокну одеваем а Ну, собственно, вот такой вот получился у нас. Подкопорник. Здесь есть петли, за которые можно прикрепить его к земле, чтобы его не сдувало, то есть на обычные полочки для палатки. Ну, сейчас, собственно, приступим к маскировке. Для задней стенки, чтобы не просвечивалось, и сверху я укрою просто, как всегда, по старинке мешковиной. Проверенный материал не обликует, достаточно хорошо сливается практически с любой местностью. Закрепляем это дело деревянными прищепками. Ну, надо, конечно, можно подлиннее, но и этого хватит. И также укрываем заднюю стеночку, чтобы у нас заднюю стеночку тоже закрываем этой мешковиной, чтобы не просвечивать, чтобы подсевший селезень нас не увидел. Переднюю стенку, так сказать, по-разному, фасад нашего островка я укрою имеющейся у меня мост-сетью из рапии. Можно, конечно, подкрепить здесь все жгутами. И здесь есть маленькие петелечки, за которые тоже удобно все это дело крепить. Но пока смотрим, как это будет выглядеть на прищепочках. Ну, собственно, скрадочек готов. Ну, вот такая конструкция получилась. Сейчас залезу вовнутрь, посмотрю, насколько там удобно, просторно. Ребята, ну, если для одного вообще супер, более чем места полно. То есть можно и рюкзак положить, и как бы здесь и расположиться, и термозок поставить, и все что угодно. Повторюсь, накрыто пленкой, то есть не намокнет. Все, то есть можно закрепить нормально. Там не на прищепке кого это смущает, а на эти пластиковые стяжки. Ну, вот такой скрадок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...